МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы с вами поговорим о цифровой дипломатии, о твиттер-дипломатии, о стратегических коммуникациях, так называют, это дипломаты. Тема очень сложная, но очень и очень интересная. Ровно 10 лет назад, 15 июля 2006 года, миру впервые была представлена одна из самых популярных соцсетей – твиттер. В честь круглой даты мы подготовили для вас топ самых интересных фактов о твиттере, которые вы могли не знать. Факт первый. Концепты ретвитов, хэштегов, ответов и даже мобильного приложения не были придуманы сотрудниками твиттер, а создавались руками обычных пользователей и разработчиков-энтузиастов сети. Сервис поддерживал внедрение этих функций и оставил доступными к использованию, но ни один из изобретателей или разработчиков не получал свою долю прибыли, когда компания превратилась в мировой хит. Факт второй. В твиттере существует официальный аккаунт Швеции, который в отличие от твиттеров других стран ведет не какой-то чиновник из правительства, а случайно выбранный житель страны. Каждую неделю куратором этого аккаунта становится новый швед, у которого есть ровно 7 дней на то, чтобы проявить себя в качестве автора твиттов главного профиля страны. Хозяин аккаунта волен писать идеи и мнения не только о политике или событиях национального масштаба, но и о жизни обычного человека, делать ретвит и вести диалоги с подписчиками. Факт третий. В США действует закон, который обязывает сохранять каждый твит, созданный американцами в архиве библиотеки Конгресса. Плюс ко всему сотрудники американского ЦРУ читают и анализируют до 5 миллионов сообщений в сети твиттер ежедневно. Вот такая вот свободная страна. Факт четвертый. Кстати, именно из-за вышеупомянутого закона был приговорен к году тюремного заключения молодой американец Джарвис Бриттон. В 2012 году Джарвис написал в своем аккаунте «Давайте убьем президента» и упомянул название организации, планировавшей государственный переворот. После чего и предстал перед судом, на котором полностью признал себя виновным в угрозе жизни президенту США. После отбытия тюремного заключения он еще на протяжении трех лет будет находиться под надзором полиции. Факт пятый. В 2011 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес поздравил своего двухмиллионного подписчика личным звонком и подарил ему компьютер. А в 2012 личным домом удостоилась уже трехмиллионная подписчица президента. 19-летняя Наталья Вальдивьессо. У меня первые есть три вопроса для вас. У кого есть аккаунт в Твиттер, Фейсбук? Много ли у вас подписчиков? И что вы там размещаете? У меня есть аккаунт в Инстаграме, и я там размещаю всякие фотки, где я путешествую по миру. А в Твиттере есть? В Твиттере пока еще нет. Хорошо, еще у кого есть... Поднимите руки, у кого есть аккаунты в социальных сетях? Ну, почти у половины они есть. Итак, все-таки, много ли у вас подписчиков? И что вы там размещаете? Кто мог бы еще что-то сказать по этому поводу? У меня много подписчиков. Сколько? Ну, максимум 500. Отлично. А у кого больше? Поднимите руки. Вот, есть еще и больше. Пожалуйста. Как зовут? Меня Азим зовут. И у меня меньше подписчиков, только один подписчик. Это мой друг Ильяс. У меня только ВК есть, и все. Ого, ясно. Что ты размещаешь там? Разные фотки. Разные фотографии. А комментируешь что-то? Мало, когда свои фотки комментирую. Ясно. Еще есть кому что сказать? У кого-то тексты, может быть. Вот, пожалуйста, да. У меня есть страница ВКонтакте. У меня там где-то 200 подписчиков. Я уж точно не помню. И я там почти ничего не выкладываю. Отлично. Следующий. А группы у кого-нибудь есть? Мы с папой вместе, ну, получается, садим аккаунт в Инстаграме. И мой папа занимается пчеловодством. И он выкладывает разные, ну, продукцию. Ясно. Спасибо большое. Вот здесь вы видите на экране основателя, создателя Твиттера, Джека Дорси. И несколько его цитат о том, что он думает по поводу Твиттера. Как он это задумывал, для чего это делается. Я из тех, пишет он, кто твитит о том, что ел на завтрак, ланч и ужин. И для 99, и 99 десятых процентов мира это бесполезно, бессмысленно. Но не для моей мамы. Ей это нравится. Олег Алексеевич, а правда, что Инстаграм создан, чтобы бабушки знали, что ели внуки? А как же, конечно, конечно. Вот что он пишет о твитах Дональда Трампа. Важно, чтобы политики оставались подотчетными, то есть хотя бы перед кем-то отчитывались. И я считаю значимым, что такие разговоры проводятся в открытую, а не с закрытыми дверями. О дополненной реальности он говорит. Вы смотрите игру, прямой эфир, политические дебаты, а Твиттер делает их интереснее, смешнее и увлекательнее. Любопытно, что называется я Россия. Когда я учился, когда я изучал новые технологии, за ними всегда стояли российские разработчики. Твиттер позволяет почувствовать, что мир стал намного меньше, даже если физически вы находитесь далеко от кого-то. Мы не просто посылаемые уведомления в режиме реального времени, мы беседа. Итак, Твиттер-дипломатия. Мы с вами поговорим о том, какую роль играет цифровая революция в мировой политике и дипломатии, кто является лидерами Твиттер-дипломатов мира, что такое фейк-новости, как социальные сети влияют на принятие политических решений и какие есть инструменты и приложения для веб-дипломатии. Начнем с цифровой революции в мировой политике. И вначале разберемся с вами с понятиями. Для удобства мы будем часто использовать термин цифровая дипломатия, который адресует к интернету. Это дипломатия социальных сетей, это онлайн-дипломатия, это кибер-дипломатия. То есть все то, что имеет отношение к цифровой дипломатии, а также к тому, на каком ресурсе это размещено, например, Твиттер-дипломатия или Фейсбук-дипломатия. То есть мы видим, что социальные сети, они все чаще становятся объектом распространения не только личной информации, но и информации политической, то есть они влияют на наши с вами умы. Главная особенность социальных сетей заключается в том, что это площадка для диалога, где мы можем разговаривать друг с другом, мы можем разговаривать, собственно, и с властью. Одним из важнейших свойств цифровой дипломатии является способность напрямую влиять на события и на людей в зарубежных странах, вне зависимости от государственных границ, и, собственно, устанавливать ту повестку дня, которую мы считаем для себя важной. Вы здесь видите на экране кого? Барака Обамы. Да, это американский президент. Именно с его президентства считает, что одним из основных достижений его внешней политики является как раз цифровая дипломатия. Именно тогда стало очевидно, что социальные сети позволяют напрямую общаться с неограниченным числом людей, вне зависимости от страны проживания. И ключевым каналом здесь становится цифровая социальная среда, как проводник. Все это укладывается... Кто здесь на этом экране? Это государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон стала продвигать в политику такие понятия, как мягкая сила и умная сила. Что она под этим подразумевала? Она считала, что можно завоевывать страны и завоевывать людей не только при помощи танков и оружия, а при помощи культуры, ума и социальных сетей. И здесь на фото мы видим Хиллари Клинтон, она проверяет обновление в Твиттер. При Хиллари Клинтон открылась страница в Твиттере Государственного департамента или Министерства иностранных дел Соединенных Штатов Америки. Что интересно, при Хиллари Клинтон была только одна официальная страничка Государственного департамента в социальной сети, а когда закончился срок ее нахождения на посту министра иностранных дел, когда она передавала новому министру свои полномочия, то около 20 миллионов человек посещали 300 страниц в Фейсбуке, которые в той или иной степени были связаны с Министерством иностранных дел Соединенных Штатов Америки. И сейчас эту систему координируют только в Соединенных Штатах Америки. Внутри страны 150 сотрудников Государственного департамента и около 900 человек за пределами Соединенных Штатов. В различных рейтингах Соединенные Штаты Америки лидируют с большим отрывом в вопросах цифровой дипломатии. И где же находится Россия? Она находится все-таки на четвертом месте. Неудивительно, что Соединенные Штаты находятся здесь вот в таком неком отрыве. Самыми политизированными социальными сетями являются Фейсбук и Твиттер. Здесь на этой карте показан охват в социальных сетях тех или иных континентов и стран. Россия, прежде всего, поглощена такой сетью, как ВКонтакте. На этом слайде вы видите, как Папа Римский Франциск фотографируется с молодыми людьми, приехавшими в Ватикан. То есть даже католическая церковь, она не стала свободной от увлечения социальными сетями. Мы видим также, что Министерство иностранных дел Российской Федерации открывает твит-страницы. Открываются аккаунты в социальных сетях. И министры иностранных дел, и ведущие дипломаты России, они имеют свои страницы в социальных сетях. Открыт официальный канал МИДа в Твиттере. Мы видим, что все посольства Российской Федерации имеют свои странички в социальных сетях. Вот здесь вы можете увидеть, что есть представительство МИД Российской Федерации в Казани. И в нескольких социальных сетях они представлены. Поговорим сейчас о родоначальнике социальных сетей Марке Цукерберге. Когда он придумал социальную сеть, Фейсбук вряд ли думал, что его проект станет серьезным инструментом влияния не только в обществе, но и в политике. Когда он создавал Фейсбук, тогда еще не было известно, что можно будет эффективно и напрямую обращаться к пользователю. И эта связь существует между всеми пользователями практически всегда. И можно получить огромный быстрый отклик огромных аудиторий и, собственно, даже повлиять на политическую карту мира. Мы знаем, что не так давно менялись политические режимы, менялись правители только от того, что социальные сети подключались к этому. Идея Фейсбук восходит к ранней юности Марка Цукерберга, когда он учился в частной школе в Нью-Гемпшире. В школе ежегодно публиковались справочники с именами, адресами и фотографиями учеников. Буквально это называлось «Книга лиц», «Лицевая книга Фейсбук». А когда Цукерберг поступил в Гарвардский университет, то он выступил с инициативой создания аналогичного сетевого ресурса. Но администрация университета сказала ему, что они не могут ему этого позволить из-за того, что необходимо защищать личные данные. Первые программы цифровой дипломатии получили развитие при администрации президента Джорджа Буша-младшего в 2002-2003 годах. И тогда вещание радио и телевидения стало активно переноситься в интернет. Это давало возможность получать быструю реакцию общества. И первые официальные блоги Госдепартамента, вот здесь они написаны, Дипнот и Америка ГОФ, они появились. И именно здесь с этого времени начинается расцвет цифровой дипломатии с приходом госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Именно она стала внедрять в соцсети такой эффектный механизм, как интернет-активистов. Стали создаваться большие группы людей, которые работали в социальных сетях и проводили, как вы думаете, что? Может, какие-нибудь собрания, обсуждали что-то. Так, еще есть какие мнения? Собрания только цифровые. Хиллари Клинтон посчитала, что необходимо запускать в социальные сети троллей, интернет-активистов, такие большие группы, которые должны работать в социальных сетях. Как вы думаете, почему? Может, чтобы сообщать новости какие-нибудь? Да, новости, конечно. А еще что? А какие новости? А как вы думаете, какие новости, да? Пожалуйста. Как бы тревожные, хорошие новости. А кто знает, кто такие тролли, интернет-тролли? Я хотела предложить, почему они... Ну, она, допустим, хотела привлечь всех дипломатов в интернет-сети, чтобы там обсуждать, ну, проблемы. Вот у нас желтый микрофон, он уже давно хочет ответить. Я думаю, что новости, когда что-нибудь нужно решить в стране. В своей или в чужой? В своей и чужой. Так, еще какие мнения есть, пожалуйста, да. Я думаю, что тролли – это те, кто говорит про других людей плохо и хочет их обидеть. Так, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что такие новости в мире политики. Ага, ясно. Спасибо большое. А вообще все новости или только какие-то нужные новости? Я думаю, что тролли – это те, кто все время сплетничают, хотят делать другому больно и шутят плохими шутками. Встречались вы с таким? Нет. Ясно, но слышала об этом. Так, еще вот есть? Пожалуйста. Мне кажется, интернет-тролли – это те, кто унижает ту или иную страну в той или иной области. Какого-нибудь человека. Спасибо. Ну, еще один вариант. Ну, давайте вот еще один ответ в центре зала. Я думаю, что интернет-тролли – это такие люди, которые сидят в социальных сетях и как бы над всеми подшучивают. Например, делают ложные заявления, информацию какую-то ложную. Ясно. Спасибо большое. Когда по инициативе Хиллари Клинтона, министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, вводилась эта программа по введению, по подготовке интернет-активистов, они исходили из того, чтобы создать неподконтрольные, как бы, официальным властям, неофициальные, как бы, источники политического давления и на свою страну, и на другие страны. И подобные действия со стороны Соединенных Штатов Америки, они обосновывались идеалами правды, справедливости, демократии, а также борьбой с цензурой. Однако те, кто критикует вот такую политику цифровой дипломатии, которую проявляют Соединенные Штаты Америки, они считают это вмешательством во внутренние дела других государств, поскольку в социальных сетях нет государственных границ. Поэтому можно продвигать любые идеи вне зависимости от того, в какую страну эта идея попадает. Но ведь тролли, наверное, только на английском писали? То есть надо для того, чтобы их понять, знать английский язык? Или они на всех языках? Не только на английском языке, и на всех других языках, в какие социальные сети они вторгались. В связи с этим в России не так давно, буквально несколько лет назад, все чаще говорят о необходимости использования собственных программ кибербезопасности, в том числе и в социальных сетях. Вот вы видите здесь, на этом слайде написано, что около 70 твиттер-аккаунтов. Самый популярный из них МИД РФ собрал твитов 45,5 тысяч, и читателей чуть больше миллиона. Канал YouTube на текущий момент имеет 12 тысяч подписчиков. Аккаунт в Facebook Министерства иностранных дел 364 751 человек подписаны. Поскольку к 2020 году по программе российского правительства около 85% населения станут пользователями интернета в России, то есть практически все взрослое население будет вовлечено в интерактивные медийные коммуникации. Как вы думаете, а для чего Министерство иностранных дел России решило создавать свои страницы в социальных сетях? Может, не надо на это тратить деньги вообще? Это чтобы, во-первых, распространять информацию. Если хотят что-то придумать, спросите у людей, что они сами думают об новом законе? Да. Или об новой защите или о новых вещах? То есть это как бы опрос для меня. Молодец. Спасибо. Пожалуйста, еще. Вот там вот есть ответ. Я думаю, ну потому что, чтобы не только какая-то страна знала новости, а чтобы еще страны знали новости. Отлично. Хорошо. И чтобы в дискуссии включались не только заграничные политики, заграничные интернет-активисты, но также могли и те люди, которые знают информацию в нашей стране, что-то нам объяснить. Пожалуйста. Давайте еще. Ну вообще, может быть, две версии. От того, что они хотели, ну, некоторую информацию, ну, считали ненужной, чтобы те или иные люди знали. И второе, это, например, они обсуждали какую-то тему, и тут Америка, ну, например, свое слово вставила, и они решили ситуацию. Так, пожалуйста, еще. Вот оранжевый микрофон, вот там, вот уже давно, рука. Россия заводит свои странчики для того, чтобы к тому моменту, когда население России полностью, взрослое население России будет зарегистрировано в сетях, чтобы иметь свои рычаги воздействия, ну и не отставать от американских коллег. Так, еще, пожалуйста. Вот давайте, да, вот желтый микрофон. Я думаю, то, что, как бы, по трем причинам. Во-первых, это бесплатное приложение, которое можно скачать на любом устройстве. И с первых уст узнать, да? Во-вторых, оно очень удобное для распространения информации. И, в-третьих, это, как бы, международная программа. И, как бы, не только вот этот вот континент или страна узнает, а весь мир будет знать о новых, там, всяких санкциях, информациях и о многом другом. Вот у нас в первом ряду появились. Ну, я считаю, что это и так же в целях безопасности, чтобы не устраивать шумных дискуссий. Один президент Америки открыто выступил, что наградил ученого одного, которого почему-то была плохая репутация, я уже не помню. Но, когда он возвращался, он был застрелен из винтовки. Угу, ясно. Так, еще, пожалуйста. Лучше Фейсбук, чем винтовки, да? Да. Это, во-первых, экономия времени, то есть не только для, ну, для политиков и тому подобных, но и для людей, то есть не нужно включать телевизор, ждать пока, то есть, эта программа начнется, пока снимут, пока смонтируют. А вот в Фейсбуке или Твиттере сразу написали и полмира узнала. Отлично. Ну, я думаю, что родители, всем понятно, почему вы сидите в социальных сетях, не ждете новостных программ. Итак, Фейсбук-дипломатия. Это угроза, возможность или миф? При всей глобальности и возможностях Фейсбука его влияние, конечно же, не безграничное. Фейсбук – это мощная проверка настроения отдельного человека и групп людей, поэтому Фейсбук-дипломатия – это способ усилить возможности и проверить идеи. Итак, я предлагаю вам поговорить на следующую тему. Что же такое цифровая дипломатия, какие возможности она создает и какие угрозы возникают вместе с ней? Дипломатия – это у нас как бы создавание законов и границ. Значит, цифровая дипломатия – это и опрос, и создавание границ. То есть, чтобы определенная группа людей могла узнать и дать другой. Например, я знаю социальную сеть в Инстаграм, моя мама там зарегистрирована. Наш президент Татарстана там зарегистрирована. И он что там выкладывает? То есть, всех детей, которые уступают. То есть, для чего нужна цифровая дипломатия? Для того, чтобы определенный круг людей или еще больше людей узнали определенные новости. Какие возможности она создает общаться с другими людьми на расстоянии миллиардов километров. Отлично. Какие угрозы возникают с ней? Это угрозы террористических актов. Недавно в ВК была создана когда-то группа «Синякид», которая отвечала за действия суицид. Вот, все. Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Так, вот. Цифровая дипломатия – это социальные сети, где люди, которые зарегистрированы там, выкладывают свои вещи и новости. Цифровая дипломатия создает возможности раздавать всякие новости, подписчики подписываются туда. Продвигать новости, да? Продвигать новости, включаться в обсуждение этих новостей, как можно большее количество людей. Так, пожалуйста. А, так как дипломатия – это международное обсуждение чего-либо, значит, цифровая дипломатия – это обсуждение международное в соцсетях. Она была… с помощью цифровой дипломатии можно узнавать первые новости. Получается, не ждать пока это все, как говорили молодые люди. А, может быть, не только новости, но еще и повлиять можно, чтобы люди именно так восприняли эти новости, как вы думаете? Ну, можно, конечно. Можно что-нибудь сказать, чтобы поменять ход действий. Хорошо. Так, пожалуйста, еще. Я думаю, что цифровая дипломатия – это где обсуждают разные новости важные. Например, построить какой-нибудь парк новый. Это для внутренней политики, да? А для внешней? Вот черный метрофон. Так, пожалуйста. Цифровая дипломатия решает такие проблемы, как затруднения в общении, ведь психологически это удобнее. Если человек не видит другого человека, то есть слепое общение, то можно представиться кем угодно, и это решает проблемы многих стран. Какие проблемы это создает? Во-первых, бывают такие конфликты, которые могут решиться только взаимоотношения. А это взаимоотношение происходит на расстоянии, и ты не знаешь, где находится человек. Также это может решить проблемы международных конфликтов, если люди находятся, как уже было ранее сказано мною, на разных расстояниях. Но эти же конфликты могут зайти настолько далеко, что может дойти до войны. Есть примерно двух политиков, но обсуждать его я не буду. Спасибо. Спасибо. И последний вариант ответа. Это небольшое отклонение от темы. Я считаю, что можно использовать в социальных сети дипломатам. Например, чтобы, ну, если бы это было не в социальных сетях, забыл подготовить речь такой, стоишь, и чего... А там можно уже подумать, никто не заметит, что ты думаешь. Спасибо. Валерий Алексеевич, а у меня вот к вам вопрос. Пожалуйста. Если я дипломат, могу ли я высказывать в Твиттере все, что я хочу? И писать все новости, какие вот мне хочется? Или я все-таки сотрудник МИДа, например? Что важнее, вот я как человека пишу все, что хочу? Или я дипломат, который принадлежу к определенной государственной организации? Лея Ефимовна, у нас есть разные страницы. Есть официальные страницы МИДа, где размещается только официальная информация. А есть личные, персональные страницы дипломатов, политиков. И здесь они уже становятся более свободными. Они не только высказывают точку зрения правительства, точку зрения государства, которое они представляют, но и свое отношение к происходящим событиям. Как правило, такие мнения имеют огромное значение. Более того, такие политики, которые ведут активную жизнь в социальных сетях, которые выкладывают то, чем они занимаются в течение дня, недели, какая у них семья, какие у них интересы, что они читают, какие программы они смотрят. То есть они показывают себя как реального живого человека со всеми тревогами, бедами, радостями, которые у него происходят. Это вызывает большее доверие к такому политику, к такому дипломату. И, соответственно, больше доверие к той стране, которую он представляет. Но все-таки у меня есть продолжение вопроса. То есть если я дипломат и сотрудник МИДа, и вдруг я выскажусь против политики МИДа, то ведь меня уволят. Да. Поэтому в социальных сетях нужно быть осторожным. Очень внимательным, очень осторожным. Особенно, когда ты представляешь не только себя, но и свою страну, огромное количество людей, которые живут в стране. Вот здесь вы видите аккаунты топовых фейсбуковских пользователей. Ну, это из премьер-министров, а из президентов страны вы видите, что на первом месте как пользователь интернет у нас находится президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Очень интересный аккаунт ведется премьер-министром Канады Трюдо. Это молодой, динамичный такой политик. И его популярность, она иногда попадает на первое место, его личная страница, потом может отступить на второе или на третье место. Но многие считают, что это, пожалуй, один из самых молодых популярных политиков в мире. И у нас завершается время, и я хотел бы завершить фейк-новостями в электронной дипломатии. Словосочетание «фейк-ньюс» или «фейковые новости» настолько часто стало встречаться в публикациях средств массовой информации, что один из старейших словарей английского языка Коллинз признал его выражением 2017 года. Словарь толкует выражение как ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений. В 2016 году частота использования этого словосочетания выросла до 365%. Один из главных популяризаторов понятия стал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем твиттере и публичных выступлениях. Как объясняет в словаре Коллинз, слово «фейк» в английском языке изначально было сленговым, и использовалось в криминальной среде как глагол для описания производства чего-то фальшивого, денег или документов. Оно потом перешло в политический язык, особенно активно во время президентской кампании Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, когда стали отмечать появление большого количества неправдивых сообщений, новостных заметок о кандидатах, публиковавшихся под видом серьезных новостей. Итак, в январе 2017 года Дональд Трамп назвал сообщения телеканала CNN о возможных связях его предвыборного штаба с Россией фейковыми новостями, после чего словосочетание стало все активнее использоваться в средствах массовой информации. То есть CNN он назвал наименее правдивый новостной бренд Соединенных Штатов Америки. Сейчас совместными усилиями создается автоматизированная система проверки фактов. Вот вы видите сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, где стали публиковаться примеры таких публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России. И завершая, у нас времени с вами немного, я хотел бы с вами перейти к завершающей дискуссии по следующим вопросам. Что такое фейковые новости? Кому выгодны фейковые новости? И для чего необходимо критическое мышление? Кто мог бы ответить на эти вопросы? Фейковые новости – это новости, которые лгут, то есть они не настоящие. Просто те люди, которые их выкладывают, они хотят налгать миру, чтобы они нас всех обвиняли в этом. А как можно понять, что это фейк или это правда? Как ты думаешь? Ну, я думаю, потому что бывает иногда люди сочиняют что-то. Вот поэтому. Второе. Кому выгодны фейковые новости? Фейковые новости выгодны тому, кто любит всех обвинять в том, что они невиновны. Пожалуйста. Давайте сначала там, а потом вот этот микрофон. Можно еще третий вопрос? Можно. Для чего необходимо критическое мышление? Критическое мышление необходимо для того, чтобы понимать, настоящее – это новости или новости, которые лгут. Угу. Спасибо. Вот давайте сначала второй ряд. Фейковые новости – это когда люди очень сильно врут и не говорят правду, а только ложь. Ну, как бы в том… Дело в том, что люди, они все это думают, что это правда и как бы принимают это за правду. Спасибо. Вот давайте. В середине зала. Вот. Ну, первый вопрос то, что… Что такое фейковые новости? Фейковые новости – это новости, ну, в которых все время врут. Это чистая ложь, это неправда. Второй вопрос. Ну, кому это выгодно делать? Как я уже говорил, в социальных сетях как бы есть тролли, которые пишут фейковые новости вот эти. И третий вопрос. Что такое критическое мышление? Критика – это, ну, как бы выбор, как бы. И когда вот эти вот новости смотрят там разные люди, например, дипломаты, они там это, ну, вычисляют то, что это правда или неправда. Спасибо. Вот давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Мне кажется, фейковые новости – это те новости, которые совсем не настоящие. Их просто так выкладывают для того, чтобы как бы не показаться… Ну, некоторые люди, у них есть фейковые аккаунты, и они как бы притворяются той личностью, у которой… Которые на самом деле нет, и они выкладывают фейковые новости. Фейковые новости также важны тем, могут быть важны известным людям для того, чтобы у каждого человека известного есть какой-то недоброжелатель. И он может сразу узнать его местонахождение и все остальное. Так что фейковые новости ему очень помогают. Мы сейчас продолжим, но я вам приведу один факт. Спасибо. Выяснилось, что многие из этих сообщений, фейковых сообщений в соцсетях, поступают из небольшого городка в Македонии. Эту схему использовали молодые люди в целях обогащения. Они платили Фейсбуку за продвижение своих постов и получали доход от посещения своих сайтов огромным количеством пользователей. То есть сейчас те, кто владеет социальными сетями, кто является их учредителем, видят очень серьезную связь фейковых новостей с рекламой и с обогащением. Поэтому проводится большая работа, связанная с тем, чтобы уменьшить негативные последствия от того, чтобы были фейковые новости. Продолжим, пожалуйста. А для чего необходимо критическое мышление? Вот если вы пользуетесь социальными сетями, зачем надо думать и как определить, фейк или не фейк? Давайте. Это надо там, ну, размышлять, думать. Можно, например, написать. Спасибо. Черный микрофон. Критическое мышление необходимо для того, чтобы в соцсетях кто-то выбирал. Как вы думаете, у вас вообще есть критическое мышление, вот кто сидит в этом зале? Вы всему доверяете, что есть в социальных сетях? Или у вас пробуждается критическое мышление, вы не всегда доверяете тому, о чем пишут? Критическое мышление, наверное, нужно для того, чтобы различать, фейк это или не фейк. Ну, вот я немножечко не согласна с тем выводом, то что вот фейковые аккаунты, они, ну, бесполезны. У некоторых, например, известных людей появляются фейки, то есть люди, которые принимают, люди, которые делают свои аккаунты, как будто это аккаунты известных людей, допустим. И вот эти вот люди, они могут на этом заработать, очень прилично заработать. Ну, это для тех, кто создал эти аккаунты, для тех это выгодно. А для всех остальных их, может быть, не очень. Так, следующее, пожалуйста. И критическое мышление позволяет определить, какой, ну, настоящий аккаунт или новости. Черный микрофон. По-моему, критическое мышление можно использовать даже в нашей паутине мира, интернете. То есть, если это фейковая новость, то есть ты посмотришь в интернете, там уже настоящие новости, если что-то снялось, то оно там быстренько монтируется и выкладывается. Ты это проверяешь, и ты уже понимаешь, фейк это или нет. А как ты проверяешь, вот, что ты посоветуешь другим, как лучше проверить ту или иную новость, которая появляется в интернете? Это, во-первых, по-моему, надо пойти уже в интернет сам, то есть набрать ту или иную новость, которая для тебя, ты думаешь, что она фейковая, и только тогда ты поймешь, фейковая она или нет. То есть надо собрать информацию и сопоставить ее. То есть попытаться дойти до источников той информации. Да. Что такое фейковые новости? Это новости, которые созданы, чтобы лгать и, например, думать, что кто-то виноват, хотя он не виноват. Кому выгодны фейковые новости? Например, для обычного человека он может разволноваться, и с ним, может быть, что-то не так станет. А для кого-то это выгодно, он за это получает деньги, когда кто-то просто врет. Вот там вот еще один ответ, вот оранжевый микрофон. Критическое мышление – это мышление, которое позволяет радикально мыслить, то есть адекватно. Кому нужны фейковые новости? Фейковые новости могут помочь объединить людей под одним мнением. Ведь таким, мягко говоря, стадом легче управлять. Если каждый будет мыслить по-разному, то будет много разных мнений, и сойтись на одном будет сложнее. А фейковые новости могут объединить всех ради интересов одного человека. околеветать того, про кого это сказано, или про то, что это сказано. И фейковые новости больше своей части доносят ложную информацию до общества. Спасибо большое. На этом наша лекция сегодня завершена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова